Не прошел мимо беды. В Дербенте полицейский Тарлан Абасов спас женщину, у которой внезапно на центральном рынке города начался приступ эпилепсии. Он оказал ей первую медицинскую помощь, что в итоге помогло ей дождаться медиков. Подробнее о героическом поступке мужчины в сюжете Пасимат Ханаповой. Центральный рынок, привычный шум и топот ног сменяют громкий вскрик. Девушке плохо, причина – эпилептический приступ. Обычно он начинается с удороги, затем человек перестает контролировать свои действия и зачастую теряет сознание. В этот момент пострадавшему просто необходима экстренная помощь. Девушке несказанно повезло. Рядом оказался полицейский. Он сам уже весь трясся, у него слезы на глазах, у него все. Он говорит, я не прощу себе, не простил бы себе, если с ней что-то произошло. Вот настолько, я же говорю, все эмоции, вроде посмотришь, здоровый у нас офицер, майор, полиция, но сердце, конечно, у него. Да, этот момент трогнуло. По словам самого спасителя, к тому моменту, когда он подбежал к девушке, ее лицо уже приобрело синий оттенок и времени на раздумья не было. Все признаки эпилепсии налицо. Мужчина с трудом разжал ей челюсть, чтобы освободить дыхательные пути. Продавщицы окликнули меня, указали, что девушке стало плохо. Соответственно, я подбежал и вижу, что прямо вот здесь, на этом месте, лежит молодая девушка с признаками эпидемиологического припадка. Лежала она на спине, навзничь. Я, соответственно, повернул ее на правый бок. Вижу, что скулы у нее сжаты, закатываются глаза, сама она посинела. Ну, я, соответственно, обладая навыками оказания первой медицинской помощи, попросил женщин принести мне любое подручное средство. Они мне принесли ложку. С помощью этой ложки я ей, как говорится, открыл челюсть. Обратил внимание, смотрю, она заглотила язык свой. Я, значит, руками достал, обеспечил таким образом доступ к кислороду, поступление в организм. Значит, девушка задышала. Профессиональные и своевременные действия полицейского оценили и медики. В свою очередь, руководство скорой помощи города Дербет направили благодарственное письмо. В нем сотрудники центра дали высокую оценку героическому поступку мужчины. Ведь если бы не Тарлан, а Басов, впоследствии могли бы быть печальными. Умелое действие сотрудника полиции, можно сказать, спасло, по крайней мере, жизнь человека. Если честно сказать, от таких действий, не только сотрудника полиции, а любого человека, зависит на самом деле не только здоровье, но и жизнь пострадавших. Сама пострадавшая молодая девушка имеет на попечении нескольких детей. Благодарит Бога, что послал на помощь добросердечного Тарлана. А полицейскому признательно за то, что он не остался равнодушным. Главное не пройти мимо беды, так считает Тарлан. Ведь даже самая маленькая и незначительная твоя помощь может спасти жизнь человеку. По тематам Ханапова, Давуд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент.